Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал о важном письме Сержа Саргесяна, посредником Минской группы ОБСЕ по Карабаху, в бытной с президентом и других скрытых деталях переговоров. Содержание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта изменилось еще осенью 2015 года и зимой 2016 года. За этим последовала апрельская эскалация, заявил сегодня Пашинян на специальном заседании Национального собрания Армении в ходе обсуждения вопроса об избрании пемьер-министра, передает канал 13. По словам Пашиняна, всегда выдвигалась идея о том, что он, дескать, прекрасно знал о том, что если один из переговорщиков изменится, то изменится и логика самого переговорного процесса. Пройдут годы, содержание документов раскроется, и мы узнаем, что содержание переговорного процесса изменилось осенью 2015 года и зимой 2016 года. После этого наступила весна 2016 года и началось 2 апреля. Содержание переговорного процесса изменилось именно в это время, что подтверждают имеющиеся документы. Есть протоколы переговоров, с которыми я работал в 2018 году, во время пребывания на посту пемьер-министра, подчеркнул Пашинян. Исполняющий обязанности пемьер-министра заверил, что в свое время третий президент Армении Серж Саргысян написал письмо посредникам, в котором сообщил, что обеспокоен референдумом по поводу статуса Нагорного Карабаха. Его обеспокоенность была связана с тем, что не уточнялось, сколько именно азербайджанцев будут считаться жителями Нагорного Карабаха. Мы из этого факта узнаем, что азербайджанцы, являющиеся потенциальными жителями Нагорного Карабаха, также должны принять участие в этом референдуме. Но для того, чтобы быть жителем Нагорного Карабаха, нужно жить в Нагорном Карабахе, заметил исполняющий обязанности главы Кабмина. Вопрос, где должны были проживать азербайджанцы, жители Нагорного Карабаха. Я надеюсь, все понимают ответ на этот вопрос, добавил Пашинян.